МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите выпуски. Новая роща. Завершен первый этап благоустройства очередного парка. Дождливые кирсти. Прогнозы синоптиков на начало августа. Индексация пенсии, наследование цифровых рублей и конец периода зачисления в ВУЗы. В августе россиян тоже ждут изменения в законодательстве. Подробности далее в сюжете. Одно из главных изменений августа – индексация пенсии. С 1 августа будет перерасчет страховых пенсий, работавших в 2023 году пенсионеров. Это коснется 70 тысяч жителей региона. Выплаты увеличатся у получателей пенсии по старости, а также по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховый взнос. Размер выплат у всех разный и зависит от заработной платы. Чем она выше, тем больше увеличится пенсия. Максимальный размер прибавки составляет 3 пенсионных коэффициента. Немного про банковскую сферу. С 1 августа цифровые рубли можно будет передавать по наследству. Теперь виртуальную валюту вполне себе допустимо упомянуть в завещании. Храниться цифровой рубль будет на специальных счетах граждан и организаций. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы – мобильные приложения банков и интернет-банки. Еще одно нововведение коснется самих банков, точнее финансовых организаций. Вступит в силу закон, благодаря которому будут записываться разговоры с должниками по поводу просроченной задолженности. А вот соответствующую аппаратуру для этого нужно уже готовить. И до 3 сентября отправить в Федеральную службу судебных приставов уведомления по специальной форме. Если этого не сделать, не подготовить оборудование и не уведомить ФССП, взаимодействовать с должниками запрещено. Есть нововведения и по капитальному ремонту. По новому закону с 1 августа вводится понятие гарантийного срока на капремонт. Его будет устанавливать сам исполнитель работ, а истекать срок начнет с момента сдачи дома в эксплуатацию. Также стандарт описывает новый порядок организации работ по капитальному ремонту, включая выбор заказчика и подрядчиков, подготовку документации строительной площадки, контроль и приемку работ, эксплуатацию в течение гарантийного срока. Свежая новость. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев каналов в мессенджерах. То есть с 1 ноября этого года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей должны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Речь идет именно о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Те, кто этого не сделает, не смогут размещать на своих страницах рекламу и предложения по их финансированию. Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить. В Рязани прошла приемка нового этапа благоустройства Новопавловской рощи. Объект принимали представители администрации города, городские парламентарии, активные жители, комитеты ТОС и подрядчик. Лабрадор Джесси резвится на площадке для выгула собак в Новопавловской роще. Снаряда она пока покорять не умеет, поэтому просто бегает за мячиком. Но хотя бы есть где бегать, говорит хозяин собаки Сергей. Раньше не было и такой площадки. Мы гуляли здесь же, но у нас таких условий, конечно, не было. Сейчас можно отпускать с поводу, не бояться, что дети там прибегут. Площадка для выгула собак появилась в Новопавловской роще в этом году в рамках первого этапа благоустройства. У нас теперь лавочки комфортабельные, очень. Две детские площадки, то есть для маленьких детей и для детей постарше. Потом вот эту спортивную площадку нам огородили уже конструкцией конкретной, то есть ее невозможно сломать. Ну вот выгул для собак вы видели. Цена у нас новая, там побольше детей может собрать и мягкое покрытие, и видеонаблюдение. Новопавловскую рощу как объект для благоустройства выбрали сами резанцы. Рейтинговое голосование проходит каждый год. В 2022-м выбрали территорию Новопавловской. Зеленую зону благоустроили по программе «Комфортная городская среда», нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году очень много с жителями обсуждали именно сам эскиз, дизайн проекта благоустройства. Все пожелания были включены. Общее финансирование проекта составило порядка 25 миллионов рублей. Подрядная организация приступила к работам уже с апреля. Контракт был заключен до 16 августа. Тем не менее, сдали мы его почти на два месяца раньше контракта. Принимали парк вместе. И тосы, и жители ближайших домов. Теперь резанцы гуляют по новому асфальту и тротуару. Покрытие это уложено на площади около полутора тысяч квадратных метров. Вокруг дорожек установлено 49 новых фонарей и новая сцена, на которой запланирован праздник, посвященный завершению благоустройства и Дню города. Проходили у нас субботники. Здесь ежегодно большие субботники проходили совместно с администрацией, совместно с ТОСами, с жителями. Здесь эту территорию парка объединяет сразу несколько ТОСов. Они достаточно активны в нашем городе. Проводят здесь и праздники, здесь и прекрасная сцена установлена. В будущем у нас здесь будут праздники и Дни соседей, и Дни ТОС. Уже есть планы на второй этап благоустройства. Это работы на Новопавловском пруду. Концепция разработана на весь парк, говорят под администрацией. Но пока говорить о самих работах рано. В этом году на голосовании по нацпроекту в лидеры выбилась площадь победы. Но жители готовы отдать свои голоса за Новопавловскую в следующем году, чтобы парк, что называется, задышал полной грудью. В жаркую погоду многих привлекают водоемы. Кто-то выбирает позагорать на пляже, кто-то искупаться. Но не все думают об опасности, которую может поджидать. По данным МЧС, за последние дни утонуло двое людей. В воскресенье взрослая женщина, в понедельник ребенок. Купаться любят, пожалуй, все. А вот правила безопасности соблюдают немногие. Первое основное правило – выбирать оборудованные пляжи, где есть спасатели и медицинские посты. Так печально прославился в этом июле второй Барковской карьер. И трагедии случаются именно в необорудованных местах. Совсем недавно, 16 июля, там утонул мужчина, а уже в это воскресенье – женщина. К сожалению, случаи гибели купающихся в этом сезоне нередки. На сегодняшний день в Рязанской области за купальный сезон на водных объектах зарегистрировано 15 утонувших. Из них четверо детей. Основные причины трагедии на воде из года в год остаются неизменными. Это купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Основными причинами детской гибели является отсутствие должного контроля со стороны родителей за своими детьми. Трагедии на воде регулярно случаются в области. Вчера из реки Прони в Старожиловском районе спасатели достали из воды тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным Следственного комитета, ребенок пошел на речку с друзьями. Несмотря на то, что место было необорудовано, дети решили искупаться. И когда парень скрылся под водой и больше не вынырнул, товарищи – такие же дети. Помочь ему не смогли. О том, как нужно действовать, чтобы трагедии не произошло, рассказал спасатель пляжа. Во-первых, надо следить за водой тщательно, потому что люди тонут молча. То есть подбородком кверху и все. Поэтому следим за водой. Если видим, что человеку нужна помощь, то быстро вытаскиваем его из воды, как можем – за шею, за волосы. А дальше человек все на берегу. Если дыхание нормализовалось, то все хорошо. Если нет, то кладем человека на колено, выкачиваем воду и ждем скорой медицинской помощи. Максим Масейкин рассказал, что за время работы третьего барковского карьера спасать людей пока не приходилось. Сезон проходит спокойно. Во время записи интервью на пляже был вывешен черный флаг. Купание запрещено. И, как заметила съемочная группа, желающих нарушить правила не было. Сотрудники за этим внимательно следят. Анастасия Арт, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В ЦФО пришел циклон Кирсте, а вместе с ним дожди и ливни. По данным синоптика, холодный атмосферный фронт повлияет на столбик термометра. Впервые за лето температура опустится до плюс 20 градусов. Затянутая облаками небо, прохладный ветер и кратковременные дожди. Погода на этой неделе порадует тех, кто изнемогал от жары середины июля. В ЦФО пришел североатлантический циклон Кирсте. Еще накануне под влиянием этого вихря ливни были на северо-западе нашей страны. В некоторых регионах Кирсте принес разрушительные последствия. Так, в Калининградской области мощные порывы ветра ломали деревья. А Прибалтику накрыл настоящий ураган. К счастью, в Рязанскую область, как говорят синоптики, циклон пришел уже в ослабленном состоянии. Это рабочая неделя. Две выходные тоже будут довольно прохладными по сравнению с той погодой, которую мы наблюдали в середине июля. То есть, пришедший к нам относительно такой прохладный воздух с северной Атлантики, он, конечно, здорово сбил температуру. Похоже, что жара, по крайней мере, в ближайшем будущем закончилась. То есть, у нас всю неделю будет не выше плюс 26. Ночью так, ну, 13-15. В общем, прохладные ночи, прохладные дни. Ну, для кого-то это будет отдых и жары, конечно. При выходе из дома синоптики советуют прихватить с собой зонт. И хотя кратковременные дожди пройдут не во всем регионе, в областном центре, в отдельных районах города они будут до конца всей недели. В целом, это такие значения ниже климатической нормы. Не намного, но ниже. И почти каждый день мы ожидаем по области еды в Рязани тоже осадки различной интенсивности. Вряд ли они уже будут сильными, то есть, которые прошли вот после предыдущих два дня. По народному календарю 30 июля отмечают День Марины с Лазарем. Православная церковь вспоминает двух святых – Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. По поверьям, в этот день лучше не делать предложений руки и сердца, а также устраивать свадьбу. На Руси верили, что такие отношения будут недолгими. Кроме того, в народе верили, что 30 июля нельзя принимать важных решений, начинать что-то новое, делать крупные покупки. Если уберечь себя от лишних трат, то в ближайшее время придет достаток. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сразу две выставки открыли в Рязанском музее путешественников. Обе они имеют патриотический подтекст. Это можно понять уже по названиям. Одна – «Три цвета России». Автор специально отбирал фотографии с цветами российского триколора. Другая – «Душа России» – Рязань. Подробнее смотрите дальше. «Три цвета России» – это 30 снимков финалистов фотоконкурса «Берега». Особенность их в том, что на каждом преобладает один из цветов российского флага – белый, синий или красный. Россия, естественно, более разноцветна, чем эти три цвета. Поэтому мы отобрали еще другие фотографии, где преобладают какие-то другие цвета. В основном это пейзажи, потому что все-таки это Рязанский музей путешественников. И речь идет о российской природе. Еще одна выставка «Душа России» – Рязань – совместный проект музея и Окского государственного природного биосферного заповедника. Фотографии сотрудницы заповедника Татьяны Осиповой и волонтера Ксении Фокиной – их признание в любви родному городу. На фотографиях зритель увидит знакомые улочки Рязани в разное время суток и в разных погодных условиях. Показать красоту нашего города, показать, как мы его любим, как мы любим старые улицы. И хотелось бы, чтобы все эти прекрасные старые домики остались целы, чтобы было где погулять, почерпнуть вдохновение, полюбоваться, подышать воздухом вот этого старого города. Обе выставки приурочены ко дню города. Фотографии в Рязанском музее путешественников можно увидеть до 6 сентября. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня отмечают Всемирный день вышивки. С помощью разноцветных ниток, бисера и жемчуга рукодельницы создают настоящие шедевры. И если для одних это лишь хобби, для других – дело всей жизни. Ирина Рифель закончила Рязанское художественное училище имени Вагнера. При поступлении выбор пал на отделение художественной вышивки абсолютно случайно, ведь набор туда открывали лишь раз в 4 года. Так, после окончания училища девушка стала профессиональным художником по вышивке с активной творческой жизнью. Ирина рассказывает, любовь к рязанскому орнаменту и традиционным техникам ей привели еще в училище. После окончания художник постоянно участвует во всероссийских, а также международных выставках. И пока идет подготовка к очередной экспозиции, проводит большую часть времени в своей мастерской. Я сначала прорабатываю технический рисунок. Хоть у меня композиция основывается на традиционной вышивке и традиционном орнаменте, но все равно это моя композиция. Я ее самостоятельно прорисовываю на миллиметровке, выполняю зарисовки в цвете. И ни одна композиция не повторяется. Потом, после расчета на бумаге, еще дополнительная работа появляется. Это как ткань диктует свое. Свой расчет, свою цветовую гамму, нежели ты задумал ту, которая на бумаге. Важная часть профессиональной деятельности – это, конечно, реставрация. Так, совсем недавно художник восстанавливала старинную вышивку. И хотя обычно Ирина работает с льном в качестве полотна для рисования нитками, батистовые салфетки тоже оказались по плечу талантливому мастеру, несмотря на сложность работы с материалом. А еще Ирина участвует в проектах. В прошлом году художник приняла участие в Чувашской инициативе по вышивке карты России. А после решила сделать расширенную версию нашего региона, поделенного на районы. Причем каждый из них выполнен орнаментом, который бытовал в народном костюме конкретной местности. Была сложность, конечно. Изначально не было 25 районов в Рязани. Границы перемещались. Была интересная исследовательская работа. И сейчас карта Рязанской области находится в фронтах Рязанского историка архитектурного музея-заповедника. Мы ее интересно используем в музее. На «Ночь искусств» мы придумали интересный интерактив в виде пазла. И самое важное, наверное, что это имеет до сих пор продолжение. Ирина работает в технике «Счетная гладь». Для этого художник кладет стежки в определенном направлении, считая пропущенные нити. Девушка признается, работа, конечно, кропотливая, но результат всегда оправдывает ожидания. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова